Подожди. Так вы меня и достали, как курешку гриль. Не, я понимаю, почему они выбрали Марка, он чудит ещё так. Всем привет, друзья, вы на канале Типа Топ. Меня зовут Дима, и у мистера Би с тобой вышел новый ролик, и мы с вами бежим его смотреть. Перед началом не забудь подписаться на мой канал, если ты вдруг не подписан, а меня смотришь. У меня цель 200 кадров следующей зимы, поэтому обязательно ты кни подписочку, ты поможешь мне прийти к моей цели. А также забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция. Стрим, летсплей и многое-многое другое. И погнали смотреть, что там наснимал этот мистер Бист. Я запустил 10-минутный таймер, и когда он дойдёт до нуля, та комната, полная денег, взорвётся. И остановить его может лишь этот мужчина в смирительной рубашке. Это видео полностью в реальном времени, оно длится ровно 10 минут. В натуре... Опа, новые форматы! И если Дарси не выберется из рубашки, не пройдёт 5 этажей этой башни, и не нажмёт на кнопку до окончания таймера, деньги взорвутся. И так он спускается, это наша первая съёмка в... А он висел всё это время на ногах. Даже ничем не закреплён. Так он мог, знаете, типа, эть, и так и на ножки встал. Не мог, эть, конечно, и... Шею себе сломать. Что, кстати, не смешно. Чё вы смеётесь, я не понимаю. Я-то думаю, чё такой короткий ролик? 10 минут у мистера Биста. До этого был 40 минут, это 10. В реальном времени нужно спешить. Заходи сюда. Давай-давай. Эй, быстрее, открывай. Марк и здесь. Ответьте мне, почему Марк везде теперь у них? Он был просто участником. Почему он стал, блин, их частью команды? Неужели он так сильно понравился зрителям? Вот тут и возникают мысли, а был ли он реально просто участником? Или он был, как бы, частью команды, которого нужно было постепенно вывести к себе, вот так вот в компанию. Эй, эй, как он так быстро выбрался из рубашки? Неважно, следующий этаж вдвойне сложнее. Выглядит как военный. Запустите нас, запустите. Такой американский, вы видите? Ты там всё поджёг? Окей. Лысенький. Чтобы выбраться из железной клетки, нужно использовать отмычку. Поторопись! Быстрее! Быстрее! И ушло бы! Давай же! Даже с инструментом взлом замка требует некоторой возни. Нужно выровнять все три штифта внутри замка, чтобы открыть его. Кстати, чтобы доказать, что это видео на 100% в реальном времени, начиная с этого момента, вы будете видеть кадр с Дарси в углу экрана. Прошла минута, а он всё ещё в первой комнате! И помните, ему также нужно пройти все пять этажей этой башни и вовремя нажать на кнопку. Дарси точно самый обыкновенный... Ведь все умеют взламывать замки, да? Дарси ещё, слышишь, имя такое, по-моему, женское. Не, у нас тоже есть как бы Женя, Саша и туда и сюда. Но мужика Дарси я в первый раз... Чтобы его четверть миллиона долларов не взорвались. Я так переживаю! Пожалуйста, быстрее! Погоди, Мак, он взламывает завод! Он успевает или нет? Сейчас, да, но он спустится в ещё более сложную комнату. Осторожней! Не загорись! Дарси вперёд! Что ты делаешь? Иди! Он спускает теплёрёвки! Он в комнате скле... Снова такие, вот я сейчас что-то смотрю и думаю, я ж небось тут пришёл не говорить, что это всё постанова, а я пришёл впечатляться. Я не специально пытаюсь как-то разоблачить мистера Биста. Я очень люблю его видео. Я вообще люблю всё, что он делает. Но если где-то у меня будут возникать сомнения, я сразу буду вам об этом говорить. И вообще, мистер Бист, докажи, что ты не постанова. Отправь обычному блогеру такому, как, например, типа Топ, Дима, Денюшка. Добро пожаловать на четвёртый этаж! Давай! Он уже дошёл до четвёртой комнаты. Это четвёртый этаж! Что здесь? Итак, а теперь весь этаж покрыт клеем. Он должен выбрать, лезть по перекладинам или идти по клею. И я бы очень посоветовал ему не ходить по клею. Пока с перекладинами всё хорошо. А клей, знаете, этот, который, типа, ты становишься, отрываешь ногу, а он вот это вот тянется. Поняли? Дичь такая. Давай, давай, сделай это! Прошло две минуты! Ну, явно, блин, из военной академии взял. Почему ты крутишься? Прекращай! Если он упадёт, будет плохо. Ведь это самый липкий клей в мире. Я не шучу, он без обуви останется. О, да! Прошло уже две минуты! Он раскачивается! Он ни разу не коснулся земли! Никакого клея, он добрался до выхода! Он вот-вот поднимет крышку и войдёт в самую безумную комнату. Спускайте нас вниз! Что в этой комнате? Мы увидим, как он спустится вниз. К обезьянам? Что там, джунгли? Дарси тяжело. Но он спускается по верёвке на третий этаж. Да я даже из клетки бы там, где надо было взламывать замок, не вышел бы. Так бы меня и достали. Как курешку-гриль. Мне надо быть честными. Сами с собой. Когда-то, может быть, чутка раньше, в комнате с клеем я бы немножко и прокатался. Потому что я когда-то очень хорошо занимался. И прокачивал плечи, спину. И всё это было у меня нормально. В порядке. Сейчас, конечно же, я бы там, как муха, поняли, на вот этих вот историях летом. Когда, типа, вешают в каких-то магазинах, чтобы, типа, прилипали. Так бы и меня потом все вместе отдирали. Как бы это ни звучало. И не ищите других каких-то подтекстов. Я бы именно проклеил. Комнату с валуном. Ну, тут всё предельно просто. О, да. Так, Дарси! Видишь тот гигантский валун? Да. Эти... Индиана Джонс? Единственное, что не даёт ему скатиться по пандусу. Здесь также есть мачете. И, скажем так, оно пригодится ему, чтобы выбраться отсюда. Ты теряешь время? Что ты собираешься делать с ножом? Я разрежу эти верёкки. Дрежь канат, у тебя мало времени! А, разбить стекло валуном! Обычно в наших видео, если кто-то медлит, мы вырезаем это. Но раз это прямой эфир, мы не можем ничего вырезать, и я переживаю. Осталось 7 минут, он почти разрезал первый из двух канатов. Это похоже на... Эх, ксю, подожди. Подожди. Ахаха, подожди! Мой дорогой друг, я здесь не для того, чтобы разоблачать видео мистера Биста. Но давай с тобой честно посмотрим правде в глаза. Когда рядом чувак пилит ножиком канат, будет ли валун нереального размера и веса трястись рядом? Посмотри внимательно. Я не знаю, покажут нам сейчас это ещё раз или нет. Если нет, то я отмотаю. Смотри, внимательно за камушком. Это что-то из Джеймса Бонда. По мере его спуска вниз... Видишь? Он качается. Как этот валун должен разбить стекло? Почему нельзя ножиком бахнуть по стеклу? И будут всё труднее и длиннее. Вообще-то он идёт не так быстро, как хотелось бы. Этот канат резать дольше всего, а он очень толстый. Рёшь канат! Ну да, теряют на этом кучу времени. Чувак, он уже отстаёт. Нож такой тупой. Нужно спешить уже меньше 7 минут до того, как твои 250 тысяч взорвутся. Он всё ещё режет канат! Джимми, что произойдёт дальше? Когда он перережет второй канат, произойдёт нечто безумное. Эй, Дарси! Как думаешь, что будет... Видели, качается камень? Вот я сдал моменты этого. Но канат реально очень тяжело режет. Это когда ты разрежешь канат! Ладно, Дарси и сосредоточен. Джимми, что будет, когда он разрежет канат? Этот валун, мне кажется, влетит в окно. Скажи, прошу тебя! Всё, что тебе нужно, держаться, когда он его разрежет. Окей, я... Я справлюсь. Я ни за что не потеряю эти 250 тысяч из-за дурацкой верёвки. Джимми, ты не мог найти человека, который режет канат быстрее? Дарси! В китайских рекламах попадались вам китайские рекламы, которые рекламируют какого-то рода ножи, либо ещё что-то, где они типа... Достает свой чудо-нож и такой... Цик! Всё! Канат! Цик! Всё! Поставил бутылку! Цик! Всё! Понимаешь? Вот это вот история. Надо было брать ножик из той китайской рекламы. Дарси, поспеши! Как я и сказал вначале, всё в режиме реального времени. Вы видите всё. Дарси, как видите, сейчас очень занят. Иначе он бы рассказал о том, что он мастер побегов мирового класса. Но, видимо, плоховато умеет перерезать верёвки. Дарси, ты потратил на это целую минуту! О, боже мой! Режь быстрее! Давай! Давай! Бро, надо резать канат гораздо быстрее! Боже мой! О, он вот-вот перережет последний канат. Дарси, столкни валун сразу! Всё, сделал! Значит, валун сейчас... Ты всё увидишь! Он так валун именно поняли. С пенопласта слепили команду мистера. Держитесь! Отройдите! Иди дальше! Дарси, быстрее возьми верёвку с потолка и прикрепи её к защёлке на брюках. Убедись на 100%, что она закреплена. Что он будет делать? Итак, подойди к краю и повернись. Смотри! Куда смотреть? Мне придётся прыгнуть, Джимми! Боже мой, он сейчас прыгнет! Пройди правее. Что он будет делать? Что он делает? Он прыгнет вниз. Хорошо, Дарси, тебе придётся прыгнуть вниз. Боже мой, как я это сделаю? Давай, Дарси! Дарси, прыгай! О, щёта! Окей! У него осталось ровно 5 минут! Остановите кран! Остановите кран! Остановите... Ну-ка, подожди, он на втором уровне из пяти. Он хорошо идёт, ровно 5 минут. По факту, он большую часть времени потратил на большую часть комнат. Так что, Дарси, молодец! Остановите кран! Похоже, крановщик напился. Нужно пройти через лазеры! Этот этаж самый сложный. Мало того, что ему нужно пройти через лазерный лабиринт, но если он случайно коснётся лазера, его деньги мгновенно взорвутся. Как я это сделаю? Здесь столько лазеров! А пока он проходит лазеры, я расскажу о тебе. Там дальше двигающиеся лазеры? Что, ты мне опять рекламу хотел фистаблсов втверить? Давай. Тиммобил в моём новом партнере по беспроводной связи. Сюда? Марк, что? Ты наверняка знаешь Тиммобил по этой карте покрытия. Да, это мне знакомо. Да? Ну вот в чём дело. Отличная покрытия. Это ему не знакомо. По лицу Марка было написано. Да, это мне знакомо. Но шутки шутками, хоть я и не живу в Америке. Хоть я и даже ни разу не был в Америке, я знаю про Тиммобил. Это очень популярная у них, типа, сотовая связь. Мне кажется, только популярная сотовая связь способна оплатить ролик мистера Биза. Открытие это само собой. Но что есть у Тиммобил, чего нет у других операторов? Джимми, он прошёл половину лазера. Уже на нашей стороне. Но особенность Тиммобил в том, что у них есть так называемый пурпурный статус. Что за пурпурный статус? Это когда к тебе относятся как к VIP-персон. Окей. И просто пользуясь услугами Тиммобил, ты получаешь скидки на гостиницы, бесплатный Wi-Fi в самолёте, доступ к VIP-залу. Давай, давай, давай! Хорошо. Хорош! Что-то ещё, что самое приятное. Он уже тут, Джимми. Дай закончу рекламу Тиммобил. Окей. И самое классное, он прыгает в воду. Всё это доступно сразу же при переходе на Тиммобил. Так что, если вы ещё не пользуетесь Тиммобил, начните прямо сейчас. Все эти бонусы можно получить прямо сегодня. Дайте мне перевести дух. Подробности на tmobil.com. О, он уже подел! О, боже мой! Ну вот и всё, последний уровень! Теперь ему нужно открыть четыре клапана в каждом углу комнаты, чтобы слить воду, выбраться через входную дверь и нажать кнопку, спасая деньги от взрыва. А надо дождаться, когда вся вода сольётся. За сколько она будет сливаться с этих кранов? У него три минуты! А нельзя открыть дверь тогда, когда ещё вода немножко есть, чтобы она типа... Ну, не важно. Главное, чтобы он выбежал, добежал до кнопки. Дарси должен победить. Он не просто так заканчивал военную академию. Поверни! Поверни! Вращай рукоять! Что он делает? Не надо ему помогать. Посмотрим, хватит ли у него ума, чтобы выиграть. Сможет ли он задержать дыхание настолько, чтобы открутить все клапаны или у него закончится время? Открутил? О, хорош! Пока он проходит это сложное испытание, я расскажу о самом... Так, ну ё-моё! Не в прошлый раз так сейчас! Конечно! Самый лучший шоколад! Давай, читай по буквам. Фе-е-а-ста-блес! Фе-ста-блес! Отвечаю, я когда-нибудь её куплю и сделаю обзор в шортсах типа на фе-стаблс. И не дай бог, она не будет отличаться от шоколада, который я за всю свою жизнь перепробовал. А я вас уверяю, я очень много ел шоколада. Он в вкусном шоколаде на планете. Фе-стаблс! Мак! Что ты скажешь о фе-стаблс? О, это мой любимый. О, нет! Он плывёт к тому, который уже открыл! Эй! Нет! Нет! Эй, крути другой! Другой! Не останавливайся! И четыре! Сколько времени осталось? О, три минуты! О! Он впустую потратил около 30 секунд. Он успеет, если поторопится. Давай, переведи духа вперёд! Мак, он сейчас нырнёт, обойди сбоку и посмотри, уйдёт ли вода. Мне кажется, у него получится. Вода очень нормально так прёт. Смотри. То есть, труба как бы не краник обычный, как бы, чтобы ноги помыть на улице. Хорошо, вращай дальше! О, получил! Другая сторона! Другая! При том, что когда вылетает вода, там как будто пробка какая-то вылетает. О-о-о, мой бог! У вас осталось, детка? Итак, теперь он перебирается на другую сторону. Тебе нужно нырнуть! О, боже мой! Дело идёт к развязке! Я даже не могу представить, насколько он сейчас измотан. Итак, у него есть 2 минуты и 10 секунд. Кто-то может подумать, а как вода выливается, если внутри краны, а не сточные трубы. Поняли? Ну, то есть, вот так вот. Но физика, физика такая штука, что и так, и так можно. Учите физику. Когда-то может реально натуре пригодиться. Чтобы, снимай это, успеть нажать красную кнопку или... Математика нет, а вот физика. Хотя одно без другого как бы тяжело, но вы понимаете, о чём. Его деньги взорвутся, дело идёт к развязке. Ты сможешь! Ты сможешь! Я не знаю, как быть. Обычно мы делаем монтаж, но здесь всё в реальном времени. Две минуты, блин, а эта вся контора ещё заполнена наполовину. Эй, меньше двух минут! Давай, быстрее! Он уже близко, он уже близко! Он успел! Он сделал это, всё четыре! Он смог! Итак, последняя дверь, минуты и пятьдесят секунд. Хорошо, что дальше? Так, теперь он должен открыть эту дверь, добежать и нажать кнопку. Сколько у него времени? Меньше двух минут. А как открыть? И как он это сделает, я не понимаю. Ты промокнешь, если будешь стоять здесь. Лучше отойди. Что? Открывай! Ещё так много воды, которую нужно слить! Болтами! Надо болтами! Обалдеть! Да как это за полторы минуты успеть? Там дофига болту! Долорес, или как тебя там звали? Прости, мужик. Забыл. Даниэла, не расстраивайся, если проиграешь, мы, ну, искренне за тебя блядем. Если он не успеет, бомба взорвётся, поэтому прячься за мешками с песком, если он облажается. Хорошо? Окей. Доверься мне. Что мне делать? Надо отвинтить все защёлки! Вытаскивай его оттуда, давай! Почти минута! Давай! Давай! Быстрее, быстрее! Бро, я даже не уверен, что он успеет вовремя. Дверь заклинила из-за сильного напора воды. Ему нужно подождать, пока вода снечёт. Джимми, вода начинает длиться через входную дверь! Крути! И он стоит и смотрит туда. Джимми! Не, я понимаю, почему они выбрали Марка. Он чудит ещё так. Ладно, но всё равно обидно, что он как бы принимал участие как участник, и потом раз и остался просто там у них. Оуу, май гад! Это же... Ммм, это рандомный комментарий для самых лучших, самых крутих, самых невероятных подписчиков. Всё верно, это про тебя. Подписывайся в Телеграм и на игровой канал. Крути! Крути и тяни! Тяни! Ты сможешь! Давай, друг, нужно спешить! Он застрял, она не поддаётся. Что-то не так! Бро, вот и всё! Он не успеет, он не может понять, как открыть дверь! О, у него всего 45 секунд, чтобы нажать на кнопку. Застрял! Ну же! Бро, он ни за что не сможет её открыть! Бро, что он делает? Так докрути, может, до конца не докрути. Ну же! Давай! У тебя 30 секунд! Давай, давай! Выламывай её нафиг! Быстрее, беги! Беги! Давай! Давай! Быстрее, погони на ногу! Не, успевай, всё нормально. После того, как он выиграл за 19 секунд до конца, мы убрали бомбу от денег и спросили его, на что он собирается их потратить. Завтра у меня будет ребёнок. Что? А потом мы взорвали здание. О, боже! Подожди. Ты типа ребёнка своруешь? Откуда у тебя завтра будет ребёнок? Ты чё? Или прямо сейчас его женщина, знаю, где-то в родильной комнате. А-А-А-А! Тамара! Или как там? Ой, забываю, у неё имя женское. Выиграй деньги, нам нужно на ребёнка. Надеюсь, вам понравился взрыв. Видео должно длиться ровно 10 минут. Ну, моё видео ровно 10 минут длиться не будет. Вы же всё это прекрасно понимаете. Где-то, наверное, минуточек 15. Ну, мы же с вами требовательные зрители, правда? Слушай, ну классно, классно. Мне всё равно понравилось, несмотря на то, что я находил погрешности. Но если выбирать между этим форматом и сорокаминутным роликом, я бы все-таки ставил на сорокаминутный ролик. В процессе просмотра большого ролика все-таки я больше втягиваюсь в историю, больше переживаю, больше нахожусь какие-то привязанности к героям или наоборот отторжения. Здесь же скорее надо было брать какие-то сухарики и знаешь, типа ну давай, давай, посмотрим. Такой он, многогранный мистер Бист. Если вам понравилось смотреться на этот ролик, обязательно тыкните лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы вдруг не подписаны. Забегайте в мой телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима, типа то. Пока!